Стоит отодвинуть занавес и попадаешь совершенно в другой мир. За кулисье это всегда большая тайна. Тут нет зрителей и жарких софитов. Скорее наоборот, полумрак. Артисты готовятся к выступлениям. Одни уже готовы выйти на сцену. При полном параде и макияже другие настраиваются на нужный лад. Мы участвуем, мы знаем, насколько мы способны, чтобы знать, куда стремиться и что дальше делать. Мы еще не всем дали выделиться, каждому ходу, каждому ансамблю, всем учреждениям. Впечатления у меня очень хорошие и я очень рада и надеюсь, что мы получим первые места. Волнуетесь, ребят? Нет! Не волнуетесь? Нет, немножечко. Как вы боретесь с волнением? Вообще я не борюсь. Открытый городской фестиваль «Поющий город» собрал 29 хоровых коллективов. Проект стал победителем грантового конкурса социальных инвестиций «Родные города». Главная цель наша была – это сплотить большое количество людей нашего города, воплотить идею в жизнь, чтобы большее количество людей, детей, взрослых в вокальных коллективах создавалось и все приобщились к вокальному искусству, больше его развить. На сцене нет помпезных декораций, чтобы не отвлекать внимание от исполнения артистами музыкальной композиции. Харисты поют песни Высоцкого, Дунаевского, Тухманова и Глинки. Первыми на сцену выходят юные вокалисты в возрасте от 8 до 12 лет. Ансамбль «Классный возраст» из детской школы искусств представляет знаменитый марш веселых ребят. Песня «Родные города» А вот в хоре второй школы профессиональных музыкантов можно пересчитать по пальцам. Но по исполнению этого не скажешь. Непосвященный зритель может подумать, что ребята с самого детства занимаются музыкой. В этом огромная заслуга преподавателя Галины Михалишин. Слава вам, братья славян, просветители, церкви славян, свой святые отцы. Слава вам, братья славян, просветители, церкви славян, просветители, церкви славян, свой святые отцы. Я считаю, что музыка, она должна не только развлекать человека, не только развлекать ребенка, но и воспитывать. И воспитывать не только его вкус, воспитывать его душу, она должна еще и развивать его музыкальные возможности, музыкальные данные. Мы очень долго готовились, и это очень сложно, особенно дикцию выговаривать в попутной песне, шибче воли, и вот это вот особенно очень трудно было. Выступление творческих коллективов дошкольного возраста открывает вокальный ансамбль «Веселые нотки» из детского сада «Дельфин». Песня «Веселые нотки» Маленькие вокалисты ансамбля «Бруснички» из детского сада «Снеженко» выступают со своим коронным номером. Игра на расписных ложках вносит разнообразие в музыкальное исполнение ребят. Маленькие вокалисты ансамбля «Веселые нотки» А вот ребята в возрастной категории 18 лет сделали ставку на серьезные произведения. Третья школа для своего репертуара выбрала песни «Великолепная страна» и «На безымянной высоте». Ребята волнуются, но отлично справляются с поставленной задачей. Субтитры создавал DimaTorzok «Великолепная страна» и «На безымянной высоте». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «На безымянной высоте» «Эту песню мы выбрали, потому что она разнообразна. Решили разнообразить немножко тоже стиль музыки, то есть песни. Много времени ушло на подготовку? Ну, в целом, наверное, месяц мы готовились, репетировали. Каждый день практически репетировали, репетировали, еще раз репетировали, чтобы здесь исполнить». Самая популярная композиция этой битвы хоров – песня «Моя Россия» Георгия Струве и Нины Соловьевой. Задача жюри усложняется, ведь каждый коллектив исполняет ее по-своему. «Моя Россия, длинные косички, Моя Россия, светлые реснички, Моя Россия, голубые ночи, На меня, Россия, ты похожа очень. Солнце светит, ветры дольные, И мылются над Россией. В небе рад, куда взглядная, В небе красивее». Зрители поддерживают конкурсантов не только аплодисментами. Сцены и зал будто слились воедино. «Даже пели хоровые коллективы, даже мурашки бежали по коже. Это настолько интересно». «Молодцы, конечно, очень молодцы». «С большим удовольствием хотели выступать. Сегодня прямо весь день дети в группе на подъеме только говорили о своем выступлении». «Пчасть нехорошая, позитива в море». «Такие все талантливые, умнички». «Посмотрела, сколько детей, и просто радует вот это вот наше подрастающее поколение. Поющий город, действительно поющий город. Так хорошо поют. ДК у нас маленький, смотрите, сколько желающих. Нужно, чтобы все вместились. И дети, и родители, и желающие, ну, очень хорошо поют. «Сегодня настоящий праздник души. Ребята так красиво исполняли песни. И радует то, что молодое поколение, молодому поколению прививаются нравственно-патриотические чувства». Хоровой праздник «Поющий город» в Муравленко прошел в первый, но точно не в последний раз. Осенью зрители вновь услышат любимые песни в хоровом исполнении. А кто победил в этом фестивале, станет известно 24 мая. Субтитры создавал DimaTorzok